Первый вопрос, который здесь возникает, а что такое познавательные процессы, какие вообще процессы входят в их число, какие не входят, зачем они нам нужны и так далее. То есть первая задачка, которую нам нужно решить, это эти познавательные процессы так или иначе назвать, обозначить и определить. Почему определить? Потому что на самом деле названия этих процессов одновременно являются словами обыденного языка. И каждый сам для себя знает, например, что такое память, что такое внимание. Но для того, чтобы пытаться их изучать, нам понадобится определение, которое ограничит нашу область исследований. Для начала, если мы посмотрим вообще на слово познавательный, нам станет очевидно, что это те процессы, которые дают нам знания о мире. Причем мы предполагаем, что это знание более или менее объективное, потому что на самом деле эмоции, которые скорее не считаются познавательными процессами, хотя возможно содержат в себе когнитивный познавательный аспект, они нам тоже дают какое-то знание о мире, о том, что в нем полезно, что вредно, что опасно. Но это всегда примерено на какие-то наши потребности, наши стремления, наши мотивы, преломлено через их призму. Предполагается, что познавательные процессы, они дают информацию, сведения более-менее объективные, хотя чем дальше наука их изучает, тем больше убеждается в том, что мы видим то, что хотим увидеть, замечаем то, что соответствует нашему прошлому опыту, и не замечаем то, что ему не соответствует, и так далее. Как нам выстроить перечень этих процессов? Я воспользуюсь типологией, которую предложил некогда питерский, впоследствии американский психолог Лев Маркович Веккер. Он разработал единую теорию психических процессов, ее я излагать не буду, но его схема выделения этих процессов, кажется мне очень удобной, а наполнить я уже ее попытаюсь сама. А что он предложил? Он предложил различить две группы процессов. Первые, собственно, дают нам сведения об окружающем мире на разных уровнях. Вторые, так или иначе, организуют эту получаемую информацию, получаемое знание вдоль оси психологического времени, задавая наше психологическое прошлое, психологическое настоящее, психологическое будущее. Первые процессы Веккер обозначает как собственно познавательные. Вторые, они, по сути дела, пронизывают все наше познание, поэтому их можно обозначить как сквозные. Для начала, процессы собственно познавательные, собственно, какого рода сведения, какого рода знания о мире мы можем получать. Здесь будет три процесса в соответствии с тремя уровнями сложности этих получаемых знаний. Самое простое, мы можем получить какие-то сведения об отдельных свойствах объектов окружающего нас мира. Мы можем отличить красное от синего, холодное от теплого, яркое от тусклого и так далее. Что за процесс, который дает нам эти сведения? В психологии его называют ощущением. Собственно, ощущение это и есть отражение отдельных свойств объектов окружающего мира. Процесс очень простенький, некоторые его и процессом не считают, а считают результатом воздействия, но интересно то, что именно вокруг него крутится одна из важнейших проблем современной когнитивной науки – психофизическая проблема превращения результатов работы мозга, физических, химических процессов в мозге в субъективное переживание, в сознательный опыт. Потому что ощущение и есть самая простая форма в сознательного опыта. В современной нейрофилософии эта проблема фиксируется как проблема квалия, то есть проблема появления вот этого вот субъективного опыта. Но на самом деле, если мы посмотрим на нормального взрослого человека, мы увидим, что окружающий мир, в общем-то, ему дан скорее не в ощущениях. Мы видим не красное, блестящее, яркое и так далее, мы видим предметы, мы видим столы, стулья, чашки, дома, машины и так далее. То есть, по сути дела, для нас ощущение не является ведущим процессом, а ведущим процессом для нас становится процесс, который дает нам образы целостных объектов окружающего мира. Собственно, образ – это вторая форма отражения, которая дает нам знание о мире, а процесс построения образа будет обозначаться в психологии как процесс восприятия. То есть восприятие так и определяют, как процесс построения образа в результате воздействия на органы чувств физической энергии. который отражается или излучается объектами внешнего мира. Почему это важно? Потому что на самом деле образы бывают разные. Бывают образы сновидений, бывают образы по типу галлюцинаций, которые не предполагают внешнего воздействия, хотя обладают для нас реальностью, имеют определенное значение. Но именно восприятие – это процесс построения образов окружающих объектов в результате в воздействия физической энергии. В образе уже очень силен субъективный компонент, вклад самого человека в то, что получится. Потому что, с одной стороны, это воздействие, с другой стороны, это всегда наше знание о мире. Мы смотрим на какой-то предмет, мы видим чашку. То, что это чашка, это, собственно говоря, наше знание о том, как мир устроен, наша собственная категоризация. Может, это и не чашка вовсе. Но мы были готовы на обеденном столе увидеть именно ее, и мы ее увидели. Однако, очень часто оказывается, что для того, чтобы совершать какие-то действия в окружающем мире, одного только восприятия, ну и ощущений, которые сигналят нам о свойствах внешних объектов, нам оказывается недостаточно. И недостаточно нам их оказывается прежде всего в тех случаях, когда мы не можем непосредственно совершить требуемое действие в отношении объекта. Например, на шкафу стоит та же самая чашка, она нам нужна, мы подошли к шкафу и ее достали. А что делать, если шкаф слишком высокий, а рука у меня слишком короткая? Вот тут нам понадобится еще одна форма отражения, которая позволит отразить не просто чашку, а отношение между чашкой и мной, как с субъектом, который эту чашку хочет достать. Но, может быть, вы уже поняли, что я намекаю на известные эксперименты, связанные с изучением разумного поведения животных, да, когда обезьянка пытается достать подвешенный к потолку банан, должна для этого сделать постройку из ящиков или придумать, как придвинуть к себе фрукт, который лежит далеко за пределами клетки. Восприятия недостаточно, нужно отражать связи и отношения между объектами действительности, появляется новый процесс, который в психологии обозначают как мышление. Собственно, мышление так и определяют как отражение связи и отношений между объектами действительности, но не только, потому что на самом деле, когда мы говорим о разумном поведении животных, это не мышление в собственном смысле слова. Мышление человека, помимо установления вот этих связей и отношений, позволяет выделить существенные свойства объектов, потому что устанавливая связи, мы понимаем, что в объекте важно, что не важно с точки зрения решаемой нами задачи. И при этом такое отражение всегда носит характер обобщенный, то есть мы, извлекая вот это существенное, можем его перенести на какие-то другие классы явлений. И всегда вооружено определенными средствами познания, поэтому этот процесс будет называться опосредственным. То есть мышление в психологии будут определять как обобщенное и опосредственное отражение связей и отношений между объектами действительности, а также их существенных свойств. Но как вот эту штуку изучать, совершенно непонятно, как ее операционализировать в эксперименте. Поэтому в экспериментальной психологии и в когнитивной психологии, в частности, мышление сужают, давая его более узкое определение в собственном смысле слова, как процесс решения задач. То есть устранение конфликта, рассогласование между теми условиями, в которых мы оказались, и теми требованиями, достать, например, чашку, высоко стоящую на шкафу, которые мы должны в данный момент определить. То есть задача есть цель, поставленная в определенных условиях, и мышление нужно только тогда, когда между ними есть конфликт, когда цель сама по себе недостижима. Но помимо этих процессов, которые нам дают знания о мире, как я сказала, есть процессы сквозные, организующие это знание по оси психологического времени. Если мы на эту ось посмотрим, мы на ней можем обнаружить, во-первых, психологическое прошлое, во-вторых, психологическое настоящее, в-третьих, психологическое будущее, что даст нам еще три процесса, который изучает когнитивная психология. Психологическое прошлое – это, очевидно, процессы памяти. То есть процессы запечатления, хранения и извлечения некоторого опыта, который в дальнейшем может быть нами использован. Психологическое настоящее, то, с чем мы имеем дело здесь и сейчас, то есть то, что мы выбираем для анализа, для обработки прямо сейчас и удерживаем в качестве объекта нашей познавательной деятельности – это, со всей очевидностью, процессы внимания. То есть процессы отбора и сосредоточения или удержания некоторого материала. Ну и, наконец, самое загадочное, что такое психологическое будущее. То, чего мы никогда не воспринимали, то, чего мы никогда не ощущали, но то, что, тем не менее, может существовать. В психологии эти процессы определяют как процессы воображения, то есть процессы конструирования образов таких объектов и событий, которые никогда не были нами восприняты, никогда не были сохранены в системе памяти. Воображение, очевидно, тоже может быть разным. Оно может быть связано просто с преобразованием чего-то, что мы видим. Это воображение, так называемое, воссоздающее, когда, например, мы осуществляем мысленное вращение вращение некоторого объекта, чтобы понять, а как он будет выглядеть с другой стороны. Довольно распространенная в когнитивной психологии, особенно 70-х годов, задачка, когда измеряли, а сколько времени требуется на мысленное вращение, зависит ли от угла, на который мы должны повернуть объект и так далее. С другой стороны, воображение может создавать что-то принципиально новое, то, чего никогда не было. Такое воображение в психологии называют творческим. И на самом деле, вот эта проблематика творческого воображения, она очень тесно смыкается с проблематикой творческого же мышления, то есть решение принципиально новых задач, которые раньше никогда не были решены. Таким образом, мы видим, что, по сути, у нас есть две оси для организации всех познавательных процессов человека. С одной стороны, это ось конкретности или абстрактности отражения окружающего мира, да, ощущения и восприятия дают нам конкретные сведения, мышления, позволяет извлекать абстрактное, категоризовать предметы, формировать понятия, обобщать. И с другой стороны, ось психологического времени, вдоль которой будут организованы память, внимание и воображение. И очевидно, что все эти процессы так или иначе друг с другом взаимодействуют. То есть трудно изучать память без внимания, трудно изучать внимание без анализа восприятия, мышление без памяти. Поэтому современная когнитивная психология стремится к анализу не только конкретных процессов, но и представлений о том, как устроено познание вообще, то есть как может выглядеть наша когнитивная архитектура, дающая нам знания о мире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!